Доброго дня! С вами канал Процветок. Я травница-провизор Ольга Спиридонова. И сегодня я вам расскажу про еще одно мое любимое растение – мята. Растение удивительное. Оно тянется, информация о нем тянется из таких глубоких времен, что, наверное, и не упомнить. Считается, что ее латинское название – мента пепперитта – восходит к имени богини Минты, которую полюбил бог подземного мира Аид, но его приревновала жена Персифона и в результате превратила несчастную богиню в растение. А влюбленный Аид решил все-таки что-то ей за свою любовь отдать и дал ей чудесный аромат, который исцеляет и до сих пор служит людям. За счет чего мята нас исцеляет? Разумеется, большинство из вас знает, что основным действующим веществом мяты является эфирное масло. Именно то, за счет чего мята имеет такой очень характерный мятный с холодком аромат. И основным действующим веществом этого эфирного масла является вещество ментол. Не путаем, мята содержит эфирное масло, а уже одним из компонентов эфирного масла является ментол. Сейчас уже ментол научились получать химическим путем, кристаллический ментол, но нам все-таки приятнее вот такой вот листочек мяты натуральный, душистый добавлять в чай. Для чего и зачем? Чем может помочь нам мята? И где ее взять самое главное? Что интересно, сейчас мят уже очень много. Помимо дикорастущих мят, речная, луговая, болотная, лесная мята, очень много выведено сортов культурных. Семена и даже саженцы вы можете купить в магазине Процветок. Они там есть, всяких разных видов. И перечная мята, и корейская мята, и даже шоколадная мята. Такие вот уникальные растения, которые растет у меня. Что мы дальше делаем? Мы их сажаем желательно в плодородную почву. Помним, что мята – это растение луны, так называемое, если верить, астрологической ботанике. И поэтому она любит воду. То есть стараемся мяту посадить в тенек, а уж если она у нас растет на солнышке, то очень и очень хорошо ее поливать. Плодородная земля, полив, полутень. И мята порадует вас вот таким вот пышным ростом и цветением. Когда мята подходит к порогу цветения, мы начинаем ее собирать. Когда она начинает зацветать, она нам сигнализирует о том, что в ней скопилось максимальное количество зрелого эфирного масла. Которое, собственно говоря, и придает вот этот вот аромат чудесной мяте. И дает возможность нам с вами использовать это растение для лечебных, для целебных, для пищевых, кулинарных, косметических и так далее целей. Итак, как мы мяту собираем? Мы срываем или срезаем веточки. Можем их сразу измельчать, можем высушить, потом измельчить. Лучше мяту для хранения очень сильно не измельчать, потому что иначе эфирные масла из нее испарятся. Если мы правильно заготовили мяту, что мы можем с ней сделать? Мы можем сделать настойку мяты. Настоять на водке, на бутылку водки, стакан вот такого вот свежего сырого сырья. Или же набить рыхло по плечике любую баночку, пол-литровую, литровую, и залить водкой или чистым 40-градусным спиртом. Зачем? Настойка мяты – очень хорошее целебное средство для тех, у кого есть проблемы с желудком. Это гастрит. У кого есть проблемы с сердцем – стенокардия. У кого есть проблемы с высоким давлением – гипертония. Настойка мяты великолепным образом помогает. За счет чего? Эфирное масло мяты с вот этим вот ментолом, содержанием, обладает великолепным антиспастическим эффектом, спазмолитическим. Оно расширяет сосуды, она охлаждает организм. И это очень и очень важно помнить. То есть мяту мы с удовольствием применяем для кого? Для гипертоников, для сердечников, для желудочников. Для сердечников и гипертоников мы можем сочетать мяту с калиной, с боярышником, с пустырником, с валерианой. Есть такие комплексные препараты, которые продаются в аптеках, называются сердечные капли. Там сочетаются мята, пустырник и боярышник. Именно это оказывает великолепное действие на наш организм. Мы можем сделать то же самое дома сами и использовать для своего здоровья. Кому еще помогает мята? Желудочникам мы ее сочетаем в золотую триаду. Мята, ромашка, укроп. Таким образом она снимает болезненные спазмы в желудке, когда у нас обостряется гастрит и небо кажется с овчинку. Для чего еще мы можем использовать мяту? Как я уже сказала, снимать высокое давление. Очень хорошо помогает мята за счет этого действующего компонента ментола при укачивании. Она снимает тошноту в дорогах, снимает дискуссию, снимает отрыжку, особенно если мы поели какую-то тяжелую пищу. Очень и очень неплохо мята помогает справиться с метеоризмом, особенно если ее сочетать с укропом. Вот это надо иметь в виду. Еще такой неожиданный способ помощи, когда жарко, а это лето нас как-то очень и очень напрягает в плане погоды, такие перепады, что очень сильная бывает жара. Можно листик мяты вот так вот помять, чтобы он пустил сок, и расположить его, внимание, в правое ухо. За счет этого у нас пойдет дыхание через левую ноздрю, организм начнет охлаждаться, и мы не перегреемся даже на очень жаркой жаре. Разумеется, это не значит, что нам надо на 32-35 градусах бегать с непокрытой головой, лучше соблюдать правила безопасности, но помним об этом. Если у нас с собой нету вот такой вот мяты, можно взять маленький пузырек с настойкой мяты, пропитать ей ватный тампончик, и то же самое сделать. Этот тампончик заложить в правую ушную раковину. Вот это вот имеем в виду. Разумеется, мята – это роскошное сырье для столь любимого многими, например, мохито, напиток, который содержит лайм, который содержит именно мяту, и оказывает помимо охлаждающего и освежающего для лета эффекта очень хороший спазмолитический и поливитаминный эффект. Как сушить мяту, чтобы не потерять вот эти волшебные, великолепные ее эфирно-масличные свойства? Как любое эфирно-масличное сырье? Мы об этом рассказываем на курсах фитошколы Дивея. Сушим при температуре от 40 до 50 градусов, обязательно в темноте. Это может быть или электросушилка, это может быть или темный чердак деревенского дома, проветриваемый, жаркий. Главное – сушить быстро, иначе сырье выдохнется. И храним мы ее в плотно закрытой таре. Я обычно храню ее в баночках с плотно закрытыми крышечками в темном прохладном месте. Как еще мы можем сохранить мяту? Мы можем сварить из мяты варенье, а можем просто сироп. Как? Берем мяту, собираем и засыпаем ее сахаром, и чуть-чуть можно водички долить. В таком виде она может у нас ночь постоять, отдать сок. Перетираем все это дело на блендере, отцеживаем, и потом вот этот вот красивый зеленый сиропчик варим. Если мята теряет цвет для того, чтобы варенье осталось таким изумрудным, можно добавить или чуть-чуть сока шпината, или какого-то кулинарного изумрудного красителя, буквально 2-3 капли. Можно разнообразить это варенье чем? Его можно разнообразить, например, кусочками лимона или апельсина, цукатами. Будет такое зеленое варенье с лимоном, и опять-таки оно сохраняет свои целебные свойства. Очень подойдет тем, у кого высокое давление, кто страдает от жары. Очень хорошо подойдет тем, кто, например, сердечно-сосудистыми болезнями страдает. И таким образом у нас получается лакомство со здоровительными свойствами. То, что называется суперфуд, еда со здоровительными свойствами. Что мы еще можем сделать? Мы можем это же варенье, мята с лимоном или с апельсином, еще с чем-то, загустить агар агаром или пектином. И таким образом у нас получится такой изумрудный мармелад, зеленый и целебный. И помним о том, что любое растение имеет противопоказания. Кому не показана мята? Мята не показана гипотоником, потому что она может снижать давление. За счет своего активного эфирного масла с осторожностью применяем беременным, потому что мало ли что. Ну и не сбрасываем со счетов индивидуальную непереносимость. Если у нас все в порядке, мы мяту любим, мы с мятой дружим, мы ее комбинируем с любыми растениями. Ромашкой, иван-чаем, лепестками розы. И используем для своего здоровья, для своего удовольствия, для своего настроения. Можем добавлять ее в зеленые коктейли, если у нас на улице лето и есть свежая мята. А если свежей мяты нет, мы можем купить семена в магазине Процветок и посадить ее и осенью, и зимой, и весной на своем подоконнике в своей городской квартире и пользоваться этими изумрудными росточками для своей пользы. С вами был интернет-магазин Процветок. И я, травница и провизор Ольга Спиридонова и фитошкола Дивея. Будьте здоровы!